Сегодня утром мировые СМИ сообщили, что в возрасте 82 лет скончался дядя Меган Маркл, Майк Маркл. В заявлении источника The Sun говорится, что он умер после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона и нескольких неудачных падений. Издание сообщило, что Майк никогда не встречался с принцем Гарри, но при этом дядя всегда гордился своей знаменитой племянницей. Он был счастлив поболтать о ней и принимал ее с трону. Майк посмеивался и говорил, полагаю, что не каждый день у кого-то в семье появляется принц. Поделился инсайдер, когда-то дядя Меган Маркл работал дипломатом и даже помогал ей устроиться на стажировку в качестве младшего пресс-аташе в американское посольство в Аргентине. Меган мечтала о карьере в сфере международных отношений. Майк Маркл отдалился от своей племянницы на фоне ее ссоры с отцом, Томасом Марклом. В беседе с The Express в прошлом году он встал на сторону Томаса, добавив, что хотел бы, чтобы его брат имел возможность встретиться с Меган и ее сыном Арчи для откровенного разговора. Смерть Майка наступила в тот момент, когда принц Гарри улетел в Лондон, чтобы присутствовать на торжественном открытии статуи принцессы Дианы. Герцог Сосекский оставил жену и двоих детей, Арчи и новорожденную Лилибет, в их роскошном особняке в Монтисито. Пока неизвестно, прокомментирует ли Меган Маркл смерть своего дяди публично. Возможно, она предпочтет оплакивать потерю в уединении. Враждующие британские принцы Уильям и Гарри поговорят наедине после открытия памятника их покойной матери, принцессе Диане. Об этом сообщает Daily Telegraph со ссылкой на источник в Букингемском дворце. Инсайдер утверждает, что на самом мероприятии, которая пройдет в четверг 1 июля, братья будут вести себя сдержанно, как на встрече на похоронах дедушки принца Филиппа. Они оба знают, что событие посвящено не им, а памяти покойной принцессы, отметил он. Британский историк и биограф Роберт Лейси, автор книги «Битва братьев» Уильям и Гарри, «Дружба и вражда», утверждает, что принц Гарри хотел бы помириться с братом и извиниться за вспыльчивость, которая привела к уходу из королевской семьи, скандальному интервью о преуинфре. Тогда герцог Сосекский заявил, что его брат попался в ловушку системы. Также историк отметил, что братьев объединяет ненависть к мачехе, Камиле Корнуольской, которую их отец, принц Чарльз, хотел бы сделать королевой, как только сам станет королем. Интересно, что с одной стороны у нас Уильям, который, кажется, не готов идти на уступки, а с другой Гарри, который, как сказали мне его друзья, не прочь помириться. А еще есть Меган, у которой свой взгляд на происходящее, заявил он изданию «Нузвик». Однако Хьюго Уикерс, биограф королевской семьи и автор жизнеописания королевы-матери, не согласился с коллегой. Он заявил, что из беседы принцев не выйдет толку, поскольку Гарри находится под каблуком жены. Если он начнет мириться, ему дома голову откусят, предположил писатель и назвал сложившуюся ситуацию в королевской семье ужасающей. Братья поссорились, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Автор книг о британской королевской семье Кэти Никол утверждает, что после мартовского интервью «Апрел Инфри» раскол между Гарри и Уильямом лишь усилил. Всего пара дней остается до того момента, когда принц Гарри встретится в Лондоне с принцем Уильямом. 1 июля братья вместе откроют статую своей матери на территории Кенсингтонского дворца. Правда, до сих пор непонятно, выступят ли сыновья Леди Ди по отдельности или произнесут совместную речь. Однако многие поклонники королевской семьи, даже сама Елизавета II, надеются, что торжественная церемония сплотит Гарри и Уильяма. Королевский эксперт Хьюго Викерс придерживается иного мнения. В беседе с Дэйли Экспресс он заявил, что до 36-летний герцог Сосекский находится под каблуком своей властной жены. И она делает все возможное, чтобы отдалить мужа от его английских родственников. «Я не знаю, что они Гарри и Уильям могут сделать в нынешних обстоятельствах», – сказал Викерс. «Гарри должен очнуться, чтобы понять, что происходит вокруг. Это очень неприятная ситуация, и я не думаю, что на этой неделе будет подходящий момент, чтобы все уладить. Гарри находится под каблуком Мэган, и пока он не станет независим от ее мнения, ничего не получится. Мы должны помнить, что герцогу Сосекскому предстоит вернуться к жене в Лос-Анджелес. Если он начнет мириться с братом, она прокусит ему голову, не так ли? Напомним, что это будет первая встреча принцев Уильяма и Гарри с момента похоронных дедушки, принца Филиппа, который ушел из жизни в апреле этого года, не даже в пару месяцев до 100-летнего юбилея. Хью Викерс отметил, что, вероятнее всего, оттепель в отношениях братьев произойдет, но напряженность, накопившаяся в последние несколько месяцев, никуда не денется. В 2022 году королева Елизавета отметит важную дату – 70-летие своего правления на троне. Следующий в очереди престолонаследие ее старший сын – принц Чарльз. Однако все чаще и чаще в СМИ появляются новости, что, минуя своего отца, на трон может взойти принц Уильям. На днях королевский эксперт Ян Ллойд дал развернутый комментарий по этому вопросу. Оказывается, ситуация может быть намного сложнее. Королева вряд ли когда-либо откажется от престола, учитывая ее приверженность короне. Принц Чарльз тоже никогда бы этого не сделал, ему может быть под 80, когда он зайдет на трон, и я думаю, что он хотел бы провести немного времени в качестве короля. Я считаю, что в будущем именно принц Уильям может стать первым британским монархом этого века, который отречется от престола, когда достигнет определенного возраста. Гораздо лучше, если будущая король или королева вступит в свои права в возрасте 40 лет, но и вовремя уйдут на пенсию в свои 70 лет. В таком случае их здоровье и состояние позволят представлять страну по всему миру, цитирует Ллойда из Дании Экспресс. На данный момент принц Уильям находится на третьей строчке в списке наследников. А на днях принц Уильям и Кейт Мидлтон уже начали подготовку 7-летнего сына Джорджа к восхождению на престол. Елизавета II была замечена в машине по дороге к коттеджу Фрогмор, где остановился ее внук, принц Гарри, прилетевший накануне в Великобританию. Она попала в объектив папарацци буквально через 30 минут после того, как герцога Сосекского в сопровождении колонны королевских автомобилей увезли из лондонского аэропорта Хитроу к его старому дому в Виндзоре. Принц Гарри прилетел в Англию, чтобы в четверг в Мсете с принцем Уильямом открыть статую их покойной матери, принцессы Дианы, на территории Кенсингтонского дворца. Это его первый визит в Великобританию после посещения похорон принца Филиппа в апреле. Еще в начале месяца инсайдеры сообщили, что Елизавета II намерена нанести частный визит принцу Гарри по его приезде. Фирменный великодушный жест ее величества отметил обозреватель Ричард Эден. За обедом они смогут обсудить все случившееся. По информации The Sun, королева хочет взять на себя роль миротворца. Это что-то особенное. Едва Гарри отвезли из Хитроу в коттедж Фрогмор, как Елизавета II уже спускалась вниз. Я уверен, что им есть о чем поговорить. Королева, очевидно, захотела бы увидеть своего внука после всего, что произошло, и могла бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выступить в качестве миротворца, приводит слова своего источника The Sun. Принц Гарри покинул свой особняк в Калифорнии в среду, 23 июня, вечером, чтобы перелететь через Атлантику на Боинге 777-323 American Airlines. Он приземлился в пятом терминале аэропорта Хитроу в 12 часов 38 минут по местному времени. Сообщается, что герцогу Сосекскому придется провести пять дней на самоизоляции в коттедже Фрогмор, однако Елизавету II, похоже, эти правила не останавливают. Сыну принцу Ильяма и Кейт Миддлтон, Джорджу, в июле исполнится 8 лет. Мальчик занимает третье место в очереди на королевский престол. Родители малыша понимают, какая ответственность лежит на Джорджа, и поэтому уже всерьез задумываются о его будущем. Супруги решили уже сейчас подготовить его к тому, что он в будущем взойдет на британский престол. Герцог и герцогини Кембриджские провели с наследником беседу и рассказали о том, что его ждет. Принц Уильям и Кейт Миддлтон опасались, что служение монархии может стать негативным опытом для их сына. Беседа с Джорджем состоялась незадолго до его седьмого дня рождения. Родители углубились в детали того, что ждет маленького принца перед тем, как ему исполнилось 7 лет. На это их потолкнул несчастливый опыт самого Уильяма. Вокруг него постоянно были разговоры о предназначении, но конкретно с ним прямо никто ничего не обсуждал. Они с Кейт решили, что Джорджу нужен особый подход, рассказал королевский эксперт Роберт Лейси в книге Battle of Brothers. Кейт Миддлтон не раз отмечала, что у наследников непростое детство, ведь они постоянно находятся под пристальным вниманием общественности. Что вы запомнили из своего детства? Как сидите над домашним заданием по выходным, или как вместе с родителями готовите сосиски на огне? Я бы хотела, чтобы мои дети запомнили нас с семьей, вместе идущие на пляж. Не хотелось бы, чтобы в их памяти остались моменты, связанные со стрессовой обстановкой в доме, делилась ранее Милу.